Доброе утро! Это Инстафорекс ТВ и вы смотрите самый свежий выпуск новостей с Мариной Генераловой. Одна из важных статистических публикаций вчерашнего торгового дня осталась трейдерами незамеченной. Речь идет об отчете статистического управления Канады относительно потребительской активности в марте. В соответствии с предоставленной информацией, объем продаж в розничном секторе сократился в течение первого весеннего месяца на 0,1%. Сохранив при этом значение годового показателя на отметке в 3,9%. Большинство аналитиков, ожидающих данный отчет, прогнозировало рост индикатора на 0,2%. Тем не менее, как мы уже сказали ранее, неоправдавшиеся прогнозы не повлияли на торговые настроения участников валютного рынка. В паре с американским долларом канадский потерял всего лишь 10 пунктов и остался торговаться во флейте около отметки в 1,9,15 канадского цента за 1 доллар США. Вырасти американскому оппоненту не позволили данные с рынка труда, где зафиксировали рост числа первичных заявок на пособия по безработице. На неделе, завершившейся 18 мая, количество обратившихся за пособием по нетрудоустройству составило 326 тысяч человек. Аналитики ожидали прирост на 312 тысяч американцев. Неделю назад Министерство труда США предоставило совершенно иную статистику. Число заявок оказалось минимальным за последние 7 лет. Такие данные обнадежили экономистов в завершении кризиса на рынке труда и в подконтрольности дальнейшего развития ситуации. Однако последний отчет дал повод сомневаться в поспешности таких оптимистичных оценок. На этом у нас пока все. Смотрите ИнстаФорекс ТВ, чтобы быть в курсе важнейших событий в мире экономики. Всего доброго, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok